Множество, обладающие этими свойствами, называются группой по сложению. Мы ничего пока что не говорили про умножение на число, мы говорили только про свойства сложения. Сложение коммутативно, сложение ассоциативно, существует ноль, существует обратный элемент. Множество снабженной операцией сложения, в котором сложение удовлетворяет всем этим свойствам, математики называют группой по сложению. Очень часто встречающийся объект, и мы, может быть, даже не зная этого понятия, в жизни, конечно, с ним сталкивались. Какие бывают группы по сложению? Прежде всего, наверное, векторное пространство мы с вами обсуждали. Трехмерное и двумерное векторное пространство со сложением векторов по правилу параллелограммы является группой по сложению. Множество всех целых чисел является группой по сложению. В отличие от множества натуральных чисел, в множестве целых чисел есть и ноль, и обратный элемент. Эти множества выглядят совсем простыми, но группы по сложению бывают и гораздо более сложными. Например, множество функций, определенных на каком-то множестве. Функции можно складывать, функции можно умножать на число, у каждой функции найдется обратная функция. Достаточно для этого взять функцию, значение которой в каждой точке обратно данной функции. Функции на данном множестве тоже являются группой по сложению. Функции, например, обращающиеся в ноль в данной точке, тоже образуют группу по сложению. Я хочу сказать, что группа по сложению, с одной стороны, очень простой объект. Ну, целые числа, что здесь может быть сложного. С другой стороны, многие сложные объекты, достаточно формально определенные объекты, являются группой по сложению. В том и состоит прелесть линейной алгебры, что мы сможем смотреть на сложные объекты, обсуждая их простые свойства и получая из этих простых свойств нетривиальные выводы. Группа по сложению выглядит настолько естественным понятием, что кажется теперь, что любое множество, на котором определена операция сложения, является группой по сложению. Однако это, конечно, не так. Натуральные числа не являются группой по сложению, потому что там нет ни нейтрального, ни обратного элемента. А множество многочленов в третьей степени не являются группой по сложению. Конечно, многочлены третьей степени, как и любой другой степени, можно складывать. Но складывая два многочлена третьей степени, мы можем получить многочлен меньшей степени, второй, первый или нулевой, если старшие коэффициенты сократятся. Множество нечетных чисел не является группой по сложению. Складывая два нечетных числа, мы получаем четное число. Значит, просто не определена операция сложения внутри множества нечетных чисел, хотя сами нечетные числа можно складывать. Множество всех функций, не обращающихся в ноль на каком-нибудь множестве, например, на отрезке 0,2, не являются группой по сложению. Потому что складывая две функции, которые ни в какой точке отрезка не обращаются в ноль, мы можем получить функцию, которая где-то обращается в ноль. А можем получить даже такую функцию, которая тождественно равна нулю на всем отрезке. Итак, не любое множество, в котором естественно сложение, является группой по сложению. Группа по сложению – это важное и существенное понятие.